Как происходит сбор эпидемиологической информации? Качественный уход при длительно стоящих устройствах внутривенного доступа, и тут возникает интересный вопрос, в который упираются усилия многих из вас, я думаю. Что такое качественный уход? Это внедрение неких протоколов, обучение медперсонала и каким-то образом получение доступа к качественным медицинским изделиям. А как к ним доступ-то получить? Упирается в это все вопрос? Упирается. Как обосновать, что вам нужно именно это? Как это объяснить? Как привести примеры? Как собрать данные? Как провести какие-то сравнения? Следующие два лектора как раз помогут вам сориентироваться в этом вопросе. Но удивление, первый лектор из Великобритании, наверное, странно, Хевин Харкер из Великобритании будет нам рассказывать, как маневрировать в ситуации ограниченного бюджета, как получить качественные медицинские изделия, если денег мало. Да, в Великобритании. Мы думали, что только в России такое бывает, наверное. Хорошо. Хевин Харкер, floor is yours. Хевин Харкер является руководителем службы внутривенного доступа. Она сертифицированная медсестра, сотрудник Ливерпульского королевского клинического госпиталя. И занимается обеспечением длительного венозного доступа для различных категорий пациентов. Это взрослое население. Осуществляет постановку и уход устройств внутривенного доступа длительного совместно со своей командой. Добрый день. Для меня очень большая честь еще раз выступать перед вами в этой аудитории. Для меня большая честь быть в списке сегодняшних очень признанных лекторов. Меня попросили сегодня поделиться в рамках моего выступления своим опытом о том, как можно внедрить в практику новые медицинские изделия и подходы в условиях, скажем так, снижающегося бюджета или в условиях ограниченного бюджета. Наверное, самым важным в рамках сегодняшнего выступления пунктом развития моей карьеры явилось то, что в 2001 году я присоединилась к команде процедурных медсестер. Это произошло, когда я работала в онкологическом и гематологическом центре четвертого уровня. И в этой клинике небольшая команда медсестер осуществляла постановку тоннелируемых катетеров, пик катетеров и портов. В дополнение к тому, что мы также производили аспирацию костного мозга. Я, конечно, понимаю, что во многих странах это, конечно, выглядит необычно, и то, что я перечислила, является обязанностью врачебной. Также хочу отметить, что данная практика не является стандартом в каждой клинике в Великобритании. В некоторых клиниках отсутствует подобная сестринская служба венозного доступа, и за венозный доступ по-прежнему отвечают врачи. В некоторых клиниках существуют сестринские команды внутривенного доступа, но они находятся на различных этапах своего эволюционного развития. Пожалуй, самые продвинутые команды по внутривенному доступу, который существует сегодня в Великобритании, представляют собой некий микс врачей и медсестер, и, соответственно, они осуществляют некий мульти-дисциплинарный подход к осуществлению длительного венозного доступа. Около девяти лет назад я приступила к работе в клиническом госпитале в Ливерпуле, где я создала и на сегодняшний день координирую работу сестринской команды по обеспечению внутривенного доступа длительного. И в рамках своих обязанностей за последние годы я осуществила постановку более тысячи катетеров midline, это катетеры периферической средней длины. Также осуществила, как вы видите, постановку более полутора тысяч пик катетеров и более тысячи туннелируемых ЦВК. С 2007 года мы осуществляем постановку данных устройств под контролем ультразвука и в течение последних трех дней мы также пользуемся системами ЭКГ-навигации кончика катетера для локализации его кончика при постановке. Что вкладывалось в понятие создания сестринского сервиса по внутривенному доступу? Это создание онлайн-системы направлений и разработка протоколов и стандартов. Для меня, как для клинициста, пожалуй, наиболее сложным в рамках данной работы являлась подготовка экономических обоснований. В те моменты, когда мне необходимо было получить дополнительного сотрудника в мою команду либо для получения каких-либо медицинских изделий, хотя все эти случаи у меня проходили довольно успешно. Я отвечаю также за обучение молодых врачей постановки устройств внутривенного доступа. И также наша команда отвечает за обучение других медсестер уходу за устройствами внутривенного доступа. Также у нас есть определенные активности по проведению аудитов и исследований у нашей команды. Данные, полученные в рамках этих исследований, помогают нам понять, что мы в своей практике делаем хорошо и что требует улучшений. И имея под рукой полученные данные, мы можем оперировать ими для того, чтобы провести обоснования для введения каких-то новых процессов либо внедрения в практику каких-либо новых медицинских изделий. Также в рамках своей сегодняшней должности я являюсь региональным экспертом по внутривенному доступу для других клиник. Также хочу поделиться тем, что недавно несколько врачей из Чехии обратились к нам по поводу возможности прохождения обучения по постановке ПИК-катедра. Если вкратце объяснить, рассказать про клинику, в которой я работаю. Я работаю в северной части, которая находится в северной части Великобритании. Клиника охватывает услугами населения более чем 2 миллиона человек и фактически мы предоставляем комплексные услуги более чем 75 тысячам человек каждый год. И помимо иных полученных наград и званий, центр также получил такой знак «Центр отличной профилактики инфекционного контроля». И так как наша клиника входит в систему государственного здравоохранения Великобритании, мы сталкиваемся с ограничением со снижением бюджетирования. И за прошлый год наш бюджет снизился на 10 миллионов фунтов стерлингов. Я думаю, что вы все согласитесь, что надежный венозный доступ на сегодняшний день является основополагающей частью обеспечения медицинской помощи. И соглашусь с предыдущими выступающими по поводу того, что инфекционные осложнения возникают в процессе постановки либо в процессе ухода за внутрививенным катетером и является одним из наиболее угрожающих осложнений в медицинской практике на сегодняшний день. И наиболее часто подобные инфекции вызываются микроорганизмами, которые проникают в области входа катетера в кожу либо в области безыгольных систем доступа, либо коннекторов. Естественно, подобное инфицирование возможно также при введении кондоминированных растворов пациенту. Итак, инфекции связаны с оказанием медицинской помощи в Великобритании. Не так просто получить достаточно точные данные по частоте и по тому, каким образом это влияет на увеличение расходов здравоохранения. Конечно, несоизмеримыми являются личные последствия для каждого из пациентов. Также значимыми являются увеличивающиеся расходы на лечение как для лечебного учреждения, так и в целом для системы здравоохранения. Расходы возрастают вследствие более дорогостоящего лечения, увеличения занятости коек, увеличения длительности пребывания пациента в стационаре, возможной потери прибыли клиникой, а также судебными разбирательствами. На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение информирования о данной проблеме со стороны государственных органов и также в целом общественности. И те цифры, которые я вам представляю сегодня, они приблизительные, но это та информация с максимальной точностью, которую мне удалось получить из литературы по данным исследований. И я, скорее всего, думаю, что вот эта цифра, 1 миллион фунтов стерлингов, затрат в рамках системы здравоохранения в Великобритании, скорее всего, на сегодняшний день уже выше, то есть это приблизительная цифра. В Великобритании некая часть инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, данные по ним должны предоставляться в департамент здравоохранения. Наиболее значимыми в моей практике являются инфекции кровотока, связанные с МРСА. И на данной таблице представлены те изменения, которые произошли в организации в рамках нашей клиники с момента того, как я начала там работать. Средняя колонка в данной таблице, в ней представлены, скажем так, позволительный уровень инфекций. И, как вы видите, в правой колонке представлены уже реальные цифры, которые получены при мониторинге. Естественно, цифры уменьшаются, и, правда, еще тоже инфекция имеет место быть. Существует очень много факторов, которые способствуют снижению частоты инфекций. Создание специальной команды внутривенного доступа. Ребост education and training programs. Активная программа обучающая. Имплементация новых продуктов и процессов работы. Внедрение в практику новых подходов, процессов и медицинских изделий. Два релевантные вещи, о том, что мы видим сегодня, это, что с 2015 до 2016 мы имели две, но ни одна из них связана с устройствами внутривенного доступа. Один был... Из 2015 до 2016 года у нас было два случая бактеремии подобные, но ни один из них не был связан с устройствами внутривенного доступа. Я думаю, что мы share some of the same challenges, though, because one of those bloodstream infections, it was actually a contaminant, but it still has to be reported to the Department of Health as a bloodstream infection. A contaminant meaning like from... A blood culture contaminant. Хочу отметить, что один из этих показателей, который здесь отмечен, скорее всего, это был контаминированный забор крови, но тем не менее нам пришлось все же сообщить о нем как о бактериемии. Another relevant factor about this time frame is that when you see the trajectory set as nought, that's the time when the Department of Health informed all hospitals that any... Sorry. Can you repeat? Yeah. So most relevant is where you see in 2013 this trajectory is set as nought, this is when the Department of Health informed all organisations that there will be no payment for any preventable MRSA infections. So many... Okay. И когда вы видите вот этот ноль, появившийся в 2013-2014 году, это тот момент, когда нам сообщил Департамент здравоохранения, что не будут компенсироваться расходы на лечение тех пациентов, у которых развивается инфекция кровотока, связанная с MRSA. So for anyone being admitted... For anyone who's admitted and develops an MRSA bloodstream infection that is deemed as preventable after root cause analysis, there will be no payment for the whole of that inpatient stay. То есть, если, начиная с этого момента, у кого-то из пациентов госпитализированных развивается инфекция кровотока, связанная с MRSA, и будет доказано, что ее можно было предотвратить, соответственно, клиника не получает финансирование на лечение данного пациента. So the next influential factor is the guidance that is produced year on year that gives us the evidence or the guideline that we need to implement the processes that we need to keep our patients safe. Следующим важным этапом восстановления нашего сервиса по поддержанию устройств внутривенного доступа явилось появление вот этого руководства, государственного национального руководства, в котором прописаны рекомендации по как раз-таки снижению инфекций. These are some of the products that we've introduced in the last eight years, which have helped us reduce infections and reduce costs in the long term. Здесь, на данном слайде, представлены те медицинские изделия, которые помогли нам улучшить ситуацию с инфекционными осложнениями и снизить затраты на лечение пациентов. Some of these products have initially required a greater investment, but in the long term the outlay has been reduced. Первоначально, возможно, некоторые из этих медицинских изделий относительно имели высокую стоимость, но в долгосрочной перспективе мы оценили то, что расходы при их применении снижаются на лечение. На данном слайде вы видите два аппликатора, у которых имеется на кончике губка. The smaller ampoula is what we would use for skin preparation prior to cannulation or peripheral cannulation or blood culture sampling. Маленькая ампула, в ней содержится аппликатор, который мы используем перед постановкой периферических катетеров. И в левой части слайда это большой аппликатор, который мы используем перед постановкой центральных именозных катетеров. И там и там содержится губка пропитана 2% раствором хлоргиоксидина в 70% изопропиловом спирте. The sachet contains a small cloth, which is impregnated with the same solution. Вот эта маленькая салфеточка в упаковке, она также пропитана 2% раствором хлоргиоксидина спиртовым. And this is used for 30 seconds to decontaminate the hub or a needle-free system. And the green cap that you see at the bottom of the screen is a disinfecting port cap. И зелененькие заглушки, которые вы видите внизу слайда, они содержат спиртовую губку также для дезинфекции портов катетеров. It contains a small sponge inside the cap, soaked in alcohol, which is placed over a needle-free system. The supplies of this claim that you don't actually need to decontaminate the needle-free system or hub if you use this, it takes away that element of human error. And then the dressings that we use at Liverpool. We would like standardization, but we find that some patients are intolerant to one particular type of adhesive. Therefore, we have two different types of of IV-transparent dressing. Each organization has their own challenges. For us, in the time that I've been at Liverpool, migration has been a massive issue. And therefore, the IV-tegaderm advance has been our dressing of choice. We dress all catheters with this. from our ICU catheters to our dialysis catheters and our arterial lines as well. We use this type of adhesive for attaching various types of catheters. It's and hemodialis, and catheters in reanimation, and arterial catheters. And then, of course, the dressing that you'll all recognize, because I'm aware that it's used within this organization, which is the Tegaderm CHG. We selected this because of challenges in preventing infection, but also because we could visualize the exit site of the device. However, I'm sure you found that a bonus of this has been reported to me from our ICU staff, that the gel actually acts as an anchor at the exit site, therefore, reducing migration and accidental fallout. Также, со стороны сотрудников реанимационного отделения получила комментарии, что гель, который находится в области входа catheter в кожу, также некоторым образом стабилизирует его, позволяя снизить микродвижение catheter. This shows Emily, one of the IV-access nurses, inserting a PIC. На данном фото вы видите Emily, одной из наших медсестер, которая осуществляет постановку PIC-катетера. But the point about this is that she's using ultrasound, as you can see, to do so, which is a huge investment. Как вы видите, она использует ультразвук для постановки. Конечно, это довольно большая инвестиция, покупка этого устройства. However, in the long term, saves costs because of the accuracy and the success rate and the reduction in complications. Но в долгосрочной перспективе покупка подобного устройства и его применения позволяет снизить затраты, потому что снижается частота, повышается точность при постановке, снижается частота осложнений. The laptop that you can see underneath the ultrasound machine is the ECG tip, navigation and location system. Laptop, который вы видите под устройством под ультразвуковым устройством, это система ECG-навигации кончика катетера при постановке. Мы являлись одной из первых команд в Великобритании, которые получили вот эту систему для того, чтобы оценить ее в практике 3-4 года назад. I was extremely apprehensive at the time because it meant changing from a silicon line, silicon pick to a polyurethane derivative. So it allowed you to change from silicon? Because the device that's compatible, because the pick that's compatible with that was made of polyurethane, it meant we changed from silicon to polyurethane. И на тот момент, когда мы начали тестировать эту систему, мы перешли от использования силиконовых пик-катетеров к полиуретановым. However, a very thorough evaluation has established that this is not only increased, it's eradicated malposition. Оно, применение данной системы позволило исключить неправильное позиционирование катетера. И также позволило повысить точность размещения кончика катетера, что, естественно, снижает большое количество осложнений. Конечно, это тоже очень большая инвестиция, нам просто повезло, так как мы участвовали в оценке устройства и нам оно фактически досталось даром. And then, furthermore, the company allowed us to actually take ownership of the equipment because we'd used it for years, they couldn't do anything else with it. И устройство, так как мы его уже использовали для оценки, просто осталось у нас клиник. However, as the teams expanded, I've needed more ultrasounds and more tip navigation systems. And after demonstrating through a business case how this can reduce complications, we've been able to purchase more. Но наша команда росла и мне потребовалось большее количество устройств ультразвуковых датчиков, машин и устройств навигации, ЭКГ-навигации кончика катетера, но так как мы уже оценили их эффективность по снижению затрат, мне удалось продемонстрировать эти данные. And this has been at a time when that 10 million last year had to be saved. Да, это как раз был тот момент, когда нам удалось, когда нам пришлось сэкономить те самые 10 миллионов фунтов стерлинга. The other thing that's changed dramatically in the last few years is the dressings that we've used. Что еще значительно изменилось за последние несколько лет? Это те повязки, которые мы используем. In the UK, IV transparent dressings have been used on vascular access devices as long as I've been a nurse. So that's 20 years. В Великобритании прозрачные повязки на катетерах используются уже, ну, наверное, столько, сколько я работаю. Это порядка 20 лет. But the type that are available to us and the choice is increasing. The type. Да, но появляются новые виды этих повязок и поэтому возрастает, появляется выбор. EPIC-3, which is our equivalent of CDC, tells us that we should use a transparent dressing of the exercise of all vascular access devices. Руководство, так называемое EPIC-3, оно является для нас эквивалентом руководства CDC. В нем говорится о том, что мы должны применять прозрачные повязки для фиксации внутривенных катетеров. As it prevents бактерии entering the bloodstream through the exercise. Так как это предотвращает проникновение бактерии в области входа катетеров в кожу. It has the potential to reduce mechanical phlebitis, which can therefore reduce the incidence of infection. Это также помогает снизить потенциально механические флебиты, которые также являются одним из факторов развития инфекционных осложнений. It certainly avoids migration and accidental removal. Естественно, это помогает снизить частоту миграции и непреднамеренного удаления катетера. And the patients I work with talk about an improvement in lifestyle because they can still shower and they feel that their device is secure. One of the most important messages that we try to deliver to our nursing teams when we're teaching dressing change is that it's really important that we clean all the tissue that will be under the dressing and slightly beyond. очень важный момент при этом, которому мы обучаем медсестер при уходе за катетерами это то, что обработка антисептиком должна проводиться полностью по всей поверхности кожи, которая будет находиться под повязкой и даже немножко выходить за эти рамки. Of course, with everything, everything there are limitations and one of the most one of the most difficult to manage was the intolerance of the adhesive to some of these dressings. Естественно, все имеет свои некоторые ограничения и, может быть, самым сложным для нас являлось то, что иногда могут возникать чувствительности по отношению к адгезиву, который входит в состав повязок. Учитывая то, что мы ставим тысячи устройств внутривенного доступа, конечно, мы сталкиваемся с тем, что очень небольшое количество пациентов все-таки у них выявляется чувствительность по отношению к адгезиву. Хочу показать вам пару клинических примеров, по которым видно, что изначально, казалось бы, вот эти меры, которые мы приняли, они затратные, но в долгосрочной перспективе они позволили нам значительно сэкономить средства. Например, на одном из этапов нам пришлось вводить практику новый тип катетера, и мы столкнулись с тем, что повысилась частота миграции катетеров. И мы в нашем экстремном отделении решили провести оценку повязки прозрачной с улучшенными адгезивными свойствами. И мы заметили, что это привело к значительному снижению тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, что позволило улучшить исходы для пациентов и снизить затраты в долгосрочной перспективе. Okay. And the case study that we learned the most from is a patient, a 30-year-old patient who needed indefinite IV access. И клинический пример, на котором мы научились очень многому, этот пример связан с 38-летней женщиной, у которой необходимо было обеспечить внутривенный доступ на длительное, неопределенное время. She had extremely poor peripheral venous availability to the extent... Oh, thank you. ...у нее были очень плохие периферические вены до такой степени. To the extent that an anesthetist couldn't get a cannula inserted. Да, до такой степени, что анестезиологи не могли попасть в периферические вены катетера. Thank you. I discussed with her the options of implantable port, tunnel CBC and PIC. After selecting tunnel CBC, within the first week, she developed an intolerance to the dressing and developed excoriation of her skin. I was very worried at this point because of the absolute essential need for her to have a vascular access device in situ. And I'm sure we all recognize the challenge of keeping an exit site infection-free when we have a wound very close by. So I applied a Cavillon barrier film underneath the dressing. With a reasonable response, but it didn't eradicate the problem. Ситуация несколько улучшилась, но полностью проблема не исчезла. So I put my head together with our lead tissue viability experts. Я проконсультировалась с медицинской сестрой, которая у нас осуществляет уход за хроническими ранами. And I'm told the plan that we developed was extremely unconventional. И мы разработали такой несколько нестандартный план действий. We applied Cavillon barrier cream to her skin. Мы нанесли барьерный крем Cavillon сначала на ее кожу. Overlayed it with a barrier film. И сверху нанесли защитную барьерную пленку Cavillon. And placed an IV transparent dressing over that. И поверх всего этого уже наклеили прозрачную пленку на катетер. This young lady is five years four months on with the same tunnel CVC in. No incidents of infection, occlusion or problems with the skin. Her skin is completely intact. The supplying company told me that they'd never heard of Cavillon being used in this way. And this is actually now used hospital-wide within our organization. And some of you may... Sorry. It's okay. company and some of you may challenge me and say that you can't have a true sterility with a cream. I would agree with that. But we were making a plan in a very difficult circumstances which paid up. who is the case is a very similar case. It's a hematology patient that had пикс put in in another organization, which all of them migrated and fell out. The reason they all fell out was because he had an intolerance to adhesive in a dressing, so he just had gals and tape over the exit site. We tried the same with this gentleman, but initially used a low-dose topical steroid below the Kavilon layers. What's amazing about this case is that his wife was taught to apply the Kavilon cream, the Kavilon film, put the dressing on. Using an aseptic technique, and this gentleman remains infection free four years later. Four years. Yeah. What's interesting about this case is that we taught his wife to apply this Kavilon method to attach a catheter, and this patient is already living with this catheter for four years. Is this product evaluation there? Oh, product assessment evaluation. Yeah, okay. Just checking on the right one. Okay, so if I had to put it in a system how we introduce and implement new products, I have to say that I don't make that decision alone. It's made with a multidisciplinary team. So what I have to do is consider the evidence initially. If the evidence exists or the case is strong, then I have to make a detailed application to the new devices committee or executive procurement group. Once we've got agreement from either of these two committees, then we would usually trial the product in one area with the support of the manufacturers or distributors. После получения согласия вот этих подобных комитетов и отдела по закупкам, мы переходим к апробации в рамках какого-либо из выделенных отделений кооперировать с производителем медицинского изделия. We would expect them to allow us to have some of the product free of charge to be able to try. Мы рассчитываем на поддержку производителя при получении определенного количества образцов бесплатно для испытания. The outcomes of the evaluation will be disseminated to the application group. Данные, полученные о результатах апробации, будут переданы вот этой группе, которая оценивает возможность применения этого изделия в практике. And if the outcome could be demonstrated as cost-effective or in the best interest of our patients, then a financial agreement will be made. That doesn't involve me. That's between the procurement team and the supplying company. I don't have the time or the resources to implement a hospital-wide new process or product. So while I may be able to put the protocol together, I would rely on partnership with the company and our clinical skills, educators to disseminate everything that needs to be taught. And the final example that demonstrates one such experience is the implementation of CHG. So initially, I can't remember how long, maybe six years ago, a company 3M came to me and asked, would I consider using IV-tegaderm CHG? I don't remember when it happened, but about six years ago the company 3M came to me with the opportunity to look at the use of the use of the chlorexidin. At that time, I questioned why would we use a product that was very expensive when we can prevent infection by the right care and maintenance. At that time, for me, it was, of course, a big question. Why should we use a relatively expensive chain, because I was sure that we can proliferate infection and just demonstrate high quality of the catheter. Of course, I've learned the hard way since then, as I've come across very vulnerable, susceptible patients. In addition to the huge challenge of getting complete compliance from everyone involved in vascular access care. And also with the difficulties of compliance of the personnel, who are involved in the catheter. So, initially, I presented to the procurement executive team about this product. At the time, there was some evidence, but not a lot. I was told that I could order one box and I could only put it on a patient if myself and the lead infection control doctor for the hospital agreed that it would benefit them. however, the benefits were very soon realized and it was quite quickly disseminated toward the patient groups. So, the first group that we used this product within was patients colonized with MRSA or MSSA. we would put this product over all the vascular access devices. And then the nephrology department sat down with the ICU department with IV access and we established a hospital dressing algorithm which involved this for particular types of patients i.e. those with femoral catheters and those who had problems with dialysis with compliance with lifestyle. The root cause analysis process that's conducted every week within the organization involves if a patient has had a hospital acquired infection it involves the lead doctor and nurse presenting a root cause analysis of their care. every week of the patient they present a timeline of events and are challenged about every aspect of the patient's care. Лечащий врач и медсестра, которые участвуют в лечении пациента, они представляют в связи с временным аспектом, с какими проблемами сталкивался пациент, как проводилось его лечение. Данные встречи проводятся под руководством медицинского директора, руководителя по инфекционному контролю и микробиолога. И на одной из этих встреч медицинский директор отметил то, что пациенты, у которых проводится трансплантация костного мозга, они являются, конечно, очень чувствительными и подвержены риску возникновения инфекции катетера. И он предложил внедрить применение подобного типа наклеек с хлоргексидином для всех гематологических пациентов в клинике. Также следующим важным фактором явилось то, что в 2014 году рекомендация по применению повязок с хлоргексидином также прозвучала в руководстве EPIC-3. На тот момент появилось довольно большое количество исследований по опыту применения этих повязок, например, исследование ТИМСИД. В рамках этого исследования было продемонстрировано, что применение повязок с хлоргексидином в реанимационных отделениях позволяет снизить частоту инфекционных осложнений, связанных с катетером, и снизить расходы. И в марте 2015 года НАИС, один из наших влияния и руководителей, took this evidence, studied it, и suggested that all ICUs should consider the application of this dressing. И в 2015 году вот такая структура в Великобритании НАИС, Национальный институт качества здравоохранения, если не ошибаюсь, также взяла на вооружение вот эти полученные данные, последние по токодерам с хлоргексидином, и также включила их в свои рекомендации. Мы с вами поговорили о различных осложнениях, которые могут быть связаны с устройствами внутривенного доступа. И также мы поговорили о тех изменениях, которые мы постарались у себя внедрить для того, чтобы бороться с этими осложнениями и проблемами. Конечно, для максимальной эффективности нам также пришлось изменить процессы. So I just wanted to show you our standard framework for guidelines, which is taken from an ANTT framework, aseptic non-touch technique. Окей. Хочу вам также продемонстрировать подходы, которые мы на сегодняшний день используем. Это, значит, aseptic non-touch, бесконтактная асептика, по-моему, если не ошибаюсь в русскоязычной терминологии. So any type of process that needs to be conducted with a vascular access device, whether it's blood sampling, administration of therapy, the process is put in pictures and bullet points within this guide frame. И, как видите, здесь оговорены в виде пунктов отдельных все этапы манипуляции с катетером, например, забор крови или же введение препаратов. And then finally, as we produced more vascular access devices and more dressings and different flushes, the nurses told us that it became at times confusing, particularly in wards where they use lots of different types of devices. Конечно, появляется большое количество новых устройств внутривенного доступа, новых повязок, новых растворов для промывания. Это некоторым образом может сбивать с толку медсестер, которые осуществляют уход за катетером. So in response to that, we produced a poster which I'm showing you on two slides here now. I also отвечаю за разработку подобных постеров, которые я вам продемонстрирую на следующих слайдах. So we actually created this in response to what our nurses told us that they needed, and that was very, very clear pictures and bullet points of how things should be dressed and should be managed. Вот эти постеры появились в ответ на запрос медсестер. Они просили помочь им с компонентами, этапами ухода. То есть вы увидите здесь отдельные пункты, как ухаживать, как осуществлять перевязку катетеров. This is everything that's being updated and changing and evolving all the time. So this is dated now and being reprinted with an updated version as we speak. Все вот эти постеры, они постоянно обновляются. В данном случае мы уже работаем над обновленной версией, тоже скоро будет напечатано. Okay. We place that on our internet and in every department and ward within the hospital. You mean the posters? Yeah. Да. И вот эти постеры, они размещают их во всех отделениях и также на интернет-сайте. So in my experience, the standardization of practice and the most appropriate interventions and products can certainly prevent complications and reduce costs. В своей практике я убедилась, что внедрение наиболее оптимальных практик и технологий помогает потенциально предотвратить осложнение и, как следствие, естественно, снизить расходы. И наш следующий лектор, прошу, добро пожаловать, Екатерина Викторовна Гончарова, врач-анестезиолог-реаниматолог, НИИ онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой, город Санкт-Петербург. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, рада представившейся возможности поделиться с вами нашим опытом. Я являюсь врачом-анестезиологом клиники Института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой. Наша клиника работает с 2007 года, является полноправным членом российской группы по трансплантации клеток костного мозга. Присвоением индивидуального CIC номера и правом выполнения любого вида трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у детей и взрослых. Также наша клиника является членом Международного регистра по трансплантации костного мозга. Мы выполняем различные виды трансплантации. Это ашеля полностью совместимые доноры, частично совместимые доноры, гаплоидентичные доноры и идентичные сиблинги. В свете ухода за системами центрального венозного доступа наши пациенты имеют ряд особенностей. В первую очередь это иммуносупрессия, связанная как с течением основного заболевания, так и с проводимым лечением. Также это нарушение свертывающей системы крови, измененные кожные покровы в случае кожных проявлений реакции трансплантат против хозяина. В некоторых случаях у нас, к сожалению, ограничен выбор венозного доступа. Это маленькие пациенты, пациенты с орфанными заболеваниями, например, синдром Гурлера. Также в клинике используется широкий спектр антибактериальных и противогрибковых препаратов, поэтому иногда мы сталкиваемся с полирезистентными штаммами микроорганизмов. У нашего отделения существует множество направлений работы, но в свете сегодняшнего дня наиболее актуальными будет обеспечение центрального венозного доступа у пациентов стационара и амбулатории, как детей, так и у взрослых. Также мы проводим тематические занятия с медсестрами по уходу за системами центрального венозного доступа. Стараемся это делать не реже, чем раз в год, потому что, безусловно, приходят новые сотрудники, ну и, соответственно, те, кто работает уже давно, иногда забывают некоторые моменты. Статистика катетеризации у нас неуклонно растет. За прошлый год выполнено 852 катетеризации, при этом получено 11 механических осложнений. К сожалению, без них никак. Из этих 11, 8 осложнений были пункциями артерии, и 3 – это невозможность завести катетер в связи с тем, что проводник уходил в другую центральную вену. Из поставленных, из имплантированных катетеров 588 – это катетеры для взрослых и подростков, которые были установлены под местной анестезией, и 264 – это катетеры для детей, соответственно, эта процедура выполнялась под наркозом. По нашей статистике, наиболее часто используемые катетеры – это катетеры Цертофикс, хотя мы максимально стараемся применять порт-системы, периферийно заводимые центрально-венозные катетеры и туннелируемые катетеры. Но, к сожалению, на данный момент пока что статистика у нас такая. Мы используем разные точки доступа, безусловный приоритет – это еремная вена, поскольку катетеризация может быть проведена под УЗИ-контролем, что является наиболее безопасным для пациентов. Но нередко мы используем подключичную вену в связи с тем, что работаем с маленькими детьми, у которых, во-первых, размер шеи гораздо меньше, чем у взрослых, а во-вторых, дети более подвижны. И если им что-то будет мешать на шее, скорее всего, они будут пытаться как-то исправить ситуацию. В некоторых случаях зачастую это какие-то экстренные катетеризации, замены катетеров. Мы используем бедренную вену, но это всего лишь 11% пациентов с катетерами. Факторами риска инфицирования точки входного отверстия катетера, опять-таки, у пациентов будет являться иммуносупрессия, длительность использования катетера, вид катетера, также возраст пациента, потому что если маленьким детям не нравится, им мешает или неудобна повязка, безусловно, они начнут ее пытаться сменить самостоятельно, снять ее. Плюс нужно учитывать анатомические особенности пациента, потому что у пациентов с синдромом Кушинга, с синдромом Гурлера зачастую затруднен уход за зоной еремной вены. В некоторых случаях тоже случались индивидуальные реакции пациента на адгезивный слой повязок. Вот как раз на этом слайде показана пациентка, у которой была реакция на адгезивный слой. Пациентка изначально с кожной реакцией трансплантат против хозяина по типу склеродермии. Вот в этой зоне у нее случилась реакция по краю наклейки, которая зажила в виде рубца. К счастью, такие пациенты встречаются нечасто. В свете вышесказанного мы проводим тематические занятия для медсестер по уходу за центральными венозными катетерами. Отдельное внимание мы уделяем замене асетических повязок в зависимости от вида повязки, в зависимости от состояния пациента. Иногда, конечно, к нам поступают пациенты из регионов, вот как на этом слайде, поэтому работы еще много. Также мы особое внимание уделяем обработке портов катетера, поскольку нередко мы используем катетеры с двумя, тремя и четырьмя портами. Соответственно, у нас есть риск интраламинарного проникновения инфекции. В настоящее время в клинику введены стандартные протоколы введения центральных венозных катетеров. Состоят они из двух частей. Первая часть заполняется при установке катетера. В ней отмечаются паспортные данные пациента, возраст, номер истории болезни, диагноз, дата установки и глубина заведения центрального венозного катетера. Вторая часть заполняется ежедневно медперсоналом отделения. Там указывается дата замены повязки, вид повязки, потому что поскольку некоторые повязки могут меняться не каждый день, медсестра, приходящая на смену, всегда четко должна знать, когда в следующий раз необходимо будет замена. Медсестры отвечают наличие отсутствия оттока из портов катетера и оценивают точку вкола по стандартным пяти признакам воспаления. Поскольку мы работаем с детьми, безусловно, существует ряд негативных аспектов замены асептической повязки. В первую очередь это болезненно для ребенка, поэтому нередко наши пациенты уже слышат заранее, когда по коридору подкрадывается медсестра с перевязочным столиком. И как могут, стараются протестовать в замене повязки, поэтому существует риск контоминации в процессе замены асептической наклейки. Поэтому мы стараемся найти способ как можно меньше травмировать маленьких пациентов и как можно меньше контактировать с точкой вкола катетера. Плюс это дополнительные, чем чаще мы меняем повязки, тем больше времени тратит на это медперсонал и, соответственно, увеличиваются затраты на перевязочный материал. В связи с этим мы провели исследование, в которое вошли 112 пациентов. В первой группе это были 38 пациентов, использовавшие повязки из нетканного материала. Во второй группе были 37 пациентов, использовавшие обычные пленочные повязки. И третья группа – пациенты с пленочными повязками с хоргексидиновым слоем. Частота колонизации была максимальна в первой группе и, соответственно, снижалась, была минимальна в третьей. Наиболее часто встречаемые патогены – это эпидермальный стафилококк и микрококки. В связи с этим мы пересчитали, также была оценена стоимость одной смены асептической повязки. И здесь явно видно, что самая дешевая повязка – это первая группа, что, безусловно, будет приоритетом для отдела закупок. Но здесь важно отмечать следующие нюансы. Как было сказано в предыдущем слайде, риск контаминации в первой группе был гораздо меньше, а контаминация катетеров у пациентов с нейтропенией ведет к дополнительным затратам на антибактериальную терапию, на замену катетера и влечет за собой риск генерализации инфекции. Также мы использовали асептические повязки без хлоргексидинового слоя. Они тоже показали очень хорошие результаты, но там немножко чаще приходилось менять повязку. Третья группа оказалась самой дорогой, что, безусловно, на первый взгляд может отпугивать отдел закупок. Но при дальнейшем исследовании было отмечено, что в среднем длительность катетеризации составила 24 дня. В первой группе было произведено 24 смены асептической повязки. Соответственно, получилось, что в результате это была наиболее затратная группа. Во второй группе чуть реже менялись повязки. И в третьей потребовалось всего лишь 4 переклейки пациента. Но в связи с этим мы решили для себя провести распределение пациентов по группам в зависимости от цели, с которой был установлен катетер. В первую очередь у нас есть пациенты, которые получают фотоферез. Это катетеризация буквально на 2-3 дня. Поэтому в этом случае наиболее актуальна будет вторая группа, поскольку здесь пациент может, не меняя повязку, спокойно принимать душ и не беспокоиться за то, что придется поменять повязку в связи с нарушением ее целостности. К третьей группе у нас сейчас относятся пациенты с трансплантацией костного мозга, с проведением длительных курсов химиотерапии, поскольку это действительно дешевле. Но повязки первой группы мы также используем нетканные, поскольку есть пациенты с лихорадкой, которые требуют даже иногда более часто, чем один раз в сутки, замены катетера. Извините, пожалуйста. Замены асептической повязки. Мы записывали наблюдения также самих пациентов, и с нетканными повязками было связано наибольшее количество жалоб пациентов. Пациенты жаловались на деформацию повязки, на частую смену и остатки адгезивного слоя на коже. Этот адгезивный слой зачастую было очень сложно удалить, что было особенно травматично для пациентов с нарушением гемостаза, потому что насильственное удаление этого адгезивного слоя иногда вызывало появление петехии на коже пациента. Во второй группе тоже имелись жалобы. В первую очередь это стягивание кожи при движении, это деформация повязки, иногда встречался зуд и недостаточная фиксация краев повязки, но это зачастую уже проявлялось примерно на третьи сутки. Соответственно, опять-таки, для проведения фотофереза вполне достаточно. В третьей группе было всего 9% жалоб, и хотелось бы обратить ваше внимание, что, да, безусловно, зуд и стягивание кожи – это негативные моменты, но они не так существенно влияют на риск инфицирования, как деформация повязки и часто ее смена. Из наблюдений медперсонала были отмечены отсутствие возможности визуализации точки раны входного отверстия катетера у пациентов с нетканными повязками, а, соответственно, и необходимость менять повязки каждые 24 часа. Остатки адгезивного слоя беспокоили в том числе и медсестер, потому что явная потенциальная инфекция сохраняется на коже. Во второй группе медперсонал отмечал необходимость смены повязки каждые 2-3 дня по причине нарушения фиксации. В третьей группе длительность нахождения асептической повязки на коже составила 5-7 дней. У некоторых пациентов наблюдалась мацерация под повязкой, но здесь хотелось бы оговориться, что наиболее частый негативный момент встречался именно летом. Также данная работа у нас была представлена на Европейском обществе трансплантации костного мозга в этом году в Валенсии. Спасибо за внимание. Последние 10 метров. Что очень важно, сегодня вы инвестировали свое время, внимание, для того, чтобы что? Чтобы что-то изменить, наверное, в практике вашей ежедневной, начиная с завтрашнего дня. То, что можно изменить, я думаю, что об этом вы сегодня очень много услышали. Можно начать мониторировать ситуацию, наверное, с этого и стоит начать, для того, чтобы выявить и измерить как-то эту проблему. Далее можно предложить какие-то решения, использовать для этого уже разработанные на национальном уровне в Российской Федерации, например, федеральные клинические рекомендации, про которые сегодня говорили лектора, по уходу за ЦВК и профилактики КАИК, то есть основа канва здесь прописана. Дальше вопрос уже применения, приложения, это конкретно к вашей ситуации, в вашем лечебном учреждении. Также вам будет, я думаю, значительно поможет в этом смысле, помогут в этом смысле ГОСТ, обновленная версия ГОСТа. Вот вы видите данные по нему, номер его можно найти в интернете. Значительно был переработан раздел по уходу за внутривенными катетерами, по ВК и ЦВК. Там практически есть инструкция, делай раз, делай два, делай три, берите и применяйте. Да, этот процесс непростой. Согласны? Потребуется вам помощь, как вы думаете? Требуется? Хорошо. Обращайтесь. Обращайтесь. Дело в том, что помощь вы увидите не только в моем лице. Мы можем привлекать консультантов различного уровня, в том числе из тех, кого вы сегодня прослушали. Они будут готовы помочь вам на различных этапах этого непростого пути. Пожалуйста, запрашивайте представителей нашей команды Триема Медицинской, которая работает в ваших клиниках. Адресуйте им запрос, если вдруг мои контакты у вас как-то потеряются. Мы готовы помогать. С чем помогать? С оценкой текущей ситуации, с разработкой локальных протоколов, с их внедрением и с помощью объяснения руководству и отделу закупок, почему именно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...